Сережа, как ты оказался здесь? Как и остальные, приехал защищать женщин, детей, но не мужское население, которое уехало в Россию. Твои отношения к этим людям? Как ты к ним относишься? Мужиками их не назовешь. А какие должны быть качества личные у мужчины? Прежде всего, быть воином, защищать. Все остальное должно на работу. Не важно, кто ты художник, пекарь или еще кто. Ты должен защищать. Для тебя это война первая? Война это образ жизни, прежде всего. Любая война рано или поздно заканчивается. Каким ты видишь себя после войны? Ну, я разносторонний человек, разносторонний развиватель. Поэтому заниматься могу чем угодно. И довольно-таки неплохо. Например? Медицин. Я медик. Предприниматель. До войны этим и занимался. Это перемирие играет им на руку, как ты думаешь? Конечно, играет. Они укрепляются. Делают линии обороны. Вот и все. Тебе, как противнику, их жалко? Нет. Врага можно либо уважать, или не уважать. Ты их не уважаешь? Сложный вопрос. Для меня просто не никто. Как ты думаешь, вернем ли мы свои земли, которые сейчас находятся под ВСУ, оккупированные? Конечно, вернем. Просто это дело времени. Какое ты видишь Новороссию в будущем? В будущем. Не в составе Украины, а в составе России, Российской Федерации. Либо второй вариант. В составе, допустим, Украины, для этого должно быть совершенно другое правительство. А это невозможно. Почему? Ну, как почему? Потому что так просто они не уйдут. Они боятся за свои, скажем так, портфели? Они живут до тех пор, пока есть война. Как только войны не будет, им придется отвечать за свои ошибки. Сейчас на Украине, да, вот поднимаются, опять-таки, выходят на митинги люди, опять начинаются Майданы. Как ты думаешь, почему это происходит? Ну, потому что люди начинают видеть, испытывают удар по карману и тому подобное. Смотрят на это весь беспредел. Разгул криминала, беспредел чиновников. Вот и все. Какой же народ выйдет? Это никто не выдержит. Я не знаю только, куда смотрят служащие ВСУ, у которых есть там жены, матеря и тому подобное, которые не могут жить в этой стране нормально. По-человечески. Но они такие же солдаты, как Итемы, выполняют свой приказ. Нет, я здесь не солдат. Я добровольец. Ты хочешь сказать, у них нет права выбора? Да, всегда есть выбор. Они сами выбрали. Поэтому уж ужаловаться. Что для тебя значит слово патриотизм? Патриотизм? Ну, для этого есть определение. Патриот это человек, который всецело сопереживает на все изменения своего государства. А также может с оружием в руках его защищать. В данном случае мы защищаем не свое государство, а людей русских. Русских людей, которые просто не смогли уехать из-за какой-то безысходности или из принципа.